Всем доброе утречко! Когда же нас заберут вот эти вот все строительные леса? Вон Сергей поехал, повез детишек в школу и в садик. Я сейчас с утречка доделываю девчачий комплектик. Делаю сейчас уже заколочку на голову, такая маленькая, красивая, голубенькая. И снизу заколочка будет вот, это я от юбки отрезала снизу, чтобы было в цвет. Я всегда так делаю, отрезаю маленький кусочек юбки. Во-первых, юбка становится пушнее, как будто слоями идет. А во-вторых, из этого кусочка можно сделать заколку. Сейчас я это все делаю аккуратненько по кругу пышно. И будет очень красивая заколочка. У меня тут в ходу и клей-пистолет, и нитки, и иголки. И всем пользуюсь. Опять сорока прилетела, только теперь она уже с подружкой. Две сороки. Между прочим, когда птицы вот так вот по крыше прыгают, у нас очень слышно. Мало того, что они прыгают по крыше, слышно, они еще иногда пытаются разбить какие-то орехи об крышу. То есть они ими прям стучат. Иногда с размаху они их кидают об крышу, и этот орех падает, прям такой звук. Дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук, и на пол падает. Я сначала, когда первый раз услышала вот этот вот звук по крыше, дук-дук-дук-дук-дук, я сначала вообще не поняла, что происходит. Я подумала, может быть, дождь пошел, или град какой-то, или может быть, какой-то обстрел. Я вообще, я испугалась. И побежала сразу к серверу, и говорю, Сереж, что это было? И мы такие задумывались, задумывались, сначала даже не поняли. А потом он мне объяснил, говорит, Настя, это птицы, а в крышу орехи пытаются разбить. Ну, реально, я потом увидела, а в соседней крыше тоже пытались так сделать. Это очень интересно. Я, правда, не знала, как они это делают. Но даже просто, когда птица садится на крышу, это слышно у нас. Вот это минус нашего дома. Я не знаю, у всех слышно так или не у всех, но когда на крыше кто-то прыгает, это реально очень слышно. Смотрите, какая у меня заколочка получилась. Мне нравится, как она выглядит. С обратной стороны вот такой вот крабик. Обычно я делаю заколочку с короной. Но у меня и комплекты там принцессе годик, а в этот раз цветочки. Поэтому вот такой вот бантик. Еще на юбочке такой же бантик сделал. Вот такой вот комплектик у меня в итоге получился. На юбочке я сделала бантик побольше, чтобы его видно было издалека. Вообще этот бантик планируется со спины, то есть он будет над попой. Но, в принципе, можно и вперед его надевать, тоже будет красиво. У юбочки нет тут никаких швов таких. Можно и этой стороной вперед, и другой стороной вперед. И я уже говорила, что юбочка двухсторонняя, можно беленьким вверх надевать, а розовеньким снизу. Мне очень-очень нравится этот рисунок. Я его вышивала первый раз, но он такой интересный. У него такие швы все разные, такие красивые стежки. Я думаю, я не последний раз его вышиваю. Очень красивый. И такая вот миленькая заколочка. Вот так вот я юбочку эту ступенечками внизу обрезаю, и получается она такая пышная-пышная. Здесь шесть слоев фатина. Вообще вот эта вот юбочка, она будет в годик до пола. Но тут размер универсальный, резинка очень хорошо тянется, поэтому эту юбку можно носить до пяти лет точно. И она будет просто все короче, короче, короче. Вообще, я эту юбку даже девочке на 12 лет надевала. Но все зависит от комплектации. Так что юбочка эта хватает очень-очень надолго. А еще при желании можно отделить белую от розовой. И, например, на утренник использовать как снежинку. Или как подъемник можно к платью использовать. Мы сейчас вышли и повезем Никиту на занятия. Мишу заберем с садика. И еще я отправлю вот две посылочки. Одну оформила через ДЭК, одну пойду на почту России отправлять. Степа, ты на самокате решил покататься? Ну давай, покажи, как ты катаешься. Давай, катайся. О, папа уже машину завел. Побежали к папе. Побежали к папе. Все, посылки отправились. Сергей поехал сейчас за Мишу. А я пошла в семейный Магнит, потому что нам нужно купить продуктов очень много. Сегодня будет большая закупка. Как же я давно тут не была. В Магните тоже уже вовсю Новый год. Быки такие смешные. Целая куча быков. Мандарины здесь хорошие. Они по 59,90. Даже дешевле, чем в обычном Магните у дома. Вот кто-то уже набрал. Степ, смотри, сколько у Миши скрипышей. Ничего себе, Миша, сколько тебе дали. Убежал. На лавочку пошел. Своё богатство разбирать. Мишуль, пока я их не открываю, потом я с Никитой. Ладно, откроешь? Мама, у Никиты вся коллекция. Да, и у тебя будет тоже вся коллекция. Смотрите, какой у нас длинный чек получился. Мишу немного помяли, потому что Миша его дали. Он получил скрипышей, кстати. Тут написано 3,3,1. А ему дали 6. Обманули маленького 4-летнего ребенка. Не дали один ему скрипыш. Ну ладно. В общем, чек вышел у нас на 2701 рубль. То мы купили. Вот такие вот продукты. Но опять же, повторюсь, а то многие думают, что это закупка на месяц или еще что-то. Это у нас обычная ежедневная закупка. Скорее всего, вот этого всего через 5 дней не будет, кроме картошки еще останется. Картошка, лук, морковка останется. И, возможно, крабовое мясо еще останется. Все остальное, я думаю, мы за 5 дней точно съедим. Пройдусь сейчас по ценам, потому что постоянно спрашивают, что у нас сколько стоит. Напомню, мы живем в городе Волгограде. И все это мы покупали в Магните в семейном гипермаркете. Так, вот такой вот чак-чак, восточный гость. Стоит у нас 69,99. Это по акции. Обычно он стоит примерно 89 рублей. Дальше, яблочки. Сейчас у нас стоят 56,70. Вот такие вот яблоки, хорошие, новый урожай. Сода пищевая, 22,99. Картофель. В этот раз нормальный, хороший картофель. Взяла обычный на развес стоит 16,90. Вот такой вот фасованный 17,90. Стоит фасованный немного получше, чем вот просто на развес. Вот такая вот курочка. Курица хорошая, большая. Стоит 107 рублей за килограмм. Дальше взяли сыр. Вот такой вот сыр голландский у нас стоит 379 рублей за килограмм. А вот такой вот сыр чедр стоит у нас 659,90 за килограмм. Морковка у нас за 1 килограмм стоит 17,90. Творог Агуша 26 рублей за штучку. Мы их вечером едим с удовольствием. Я с медом смешиваю детям. Они прям только так его уплетают. Вот такой вот творог обычный, любимый город. Я из него и сырнички делаю. Стоит 129 рублей за пачку. Кабачки стоят 86,99. Мука вот такая вот пшеничная, хлебопекарная 42,99. Гранаты сейчас стоят 96 рублей за килограмм. Огурчики вот такие вот средненькие, пупырчатые, вроде хорошие. 85 рублей стоят у нас. Крабовое мясо Вичи взяла 4 упаковки. Они были по акции за 69,99 за упаковочек. Еще взяла вот такие вот мандарины. Уже половину потаскали. У нас, между прочим, мужчины не умеют в семье открывать пакеты, поэтому просто их дырявят. Мандарины в этот раз оказались очень сладкие. Я вообще выбирала-выбирала. Знаете, они были такие зеленоватые. Я думала, наоборот, что они будут кислые. Но в итоге оказались очень сладкие. Если бы я знала, я бы больше взяла. А еще я взяла 3 мандаринчика морокко. Вот такие вот маленькие. Я просто взяла их попробовать. Они стоят 150 рублей за килограмм. Но мне захотелось именно попробовать на вкус. Я такие никогда не пробовала. Вот такие вот они маленькие. Откроем, посмотрим, что это. А, вру. Не 150, а 129 рублей они за килограмм стоят. Бананы у нас сейчас стоят 55 рублей за килограмм. Капуста вот такая вот пекинская стоит 104,90 за килограмм. Взяла большую, потому что мы ее быстро едим. Еще вот такие вот лимончики взяли. Лимона взяла сразу побольше, потому что мы постоянно чай пьем только с лимоном. Лимона стоит у нас 89,90 за килограмм. Еще взяла вот такой вот хлеб. Раньше постоянно брала такой хлеб в магните. Но сейчас, где мы живем, рядышком почему-то именно такой хлеб мне привозят, тостовый. Беру другой, но вот этот мне больше нравится. Хлеб тостовый стоит 41 рубль. И еще взяла пара пакетиков из рыхлителя для теста. Но вообще я для этой цели взяла соду. Так что не знаю, пригодятся они мне или нет, но пусть будут. Мясо в этот раз мы не брали, потому что у нас мясо есть замороженное. Фарш у нас есть, и мясо еще в холодильнике есть. Так что все, что нам сейчас необходимо, вот взяли, буду из этого готовить в ближайшее время. Сделаю курочку. Еще у меня в морозилке печенка лежит, тоже нужно делать. Вот морковку купила для печенки, буду делать. Все, это продукты выходят первой необходимости. А, по-моему, еще не сказала кукурузу, вот мы еще купили. Это я буду делать салат с кукурузой и вот как раз крабовыми палочками. Вообще в закупках продуктов мы обычно больше всего тратимся на фрукты. Потому что фрукты мы едим, мы их едим в большом количестве. Мы редко покупаем конфеты, в последнее время вообще от них отказались, не покупаем. Я помню раньше как-то мы прям килограммами их даже брали и по акции искали. Сейчас, вот последние полгода, мне кажется, мы вообще конфеты не брали. И если что-то я делаю, я стараюсь в основном печь. Печенье тоже редко уже берем. Тоже помню раньше в светофорах, как зайдем. В светофорах же вечно этими коробками продается печенье. И набираем эти печенья, мы их любим очень. Но берем мы крайне редко их, вот стараемся заменять все фруктами. Так что сейчас прошла осень. Фрукты все очень вкусные, особенно гранаты, мандарины, вот это все появилось. Мы с удовольствием это все покупаем, едим. И по поводу различных круп, если сейчас начнут спрашивать в комментариях, крупы у нас просто дома в запасе. То есть, если мы что-то берем, там рис, мы не берем по одной пачке, мы обычно берем нам 10 пачек. Также и со всем остальным горох, я вот недавно только покупала, он у меня закончился. Рис у нас постоянно уходит, мы очень любим рис, и мы делаем и плов, и кашу рисовую обычно. Вот рис дети у нас любят, а все остальное как-то у нас медленно-медленно уходит. Также макароны. Макароны мы тоже часто едим, и дети тоже любят. И я люблю макароны с сыром, и с любой подливой тоже с удовольствием ем. Чаще всего мы берем овсянку, рис, гречку и макароны. Такие основные продукты, которые, мне кажется, все в любом случае берут. А всякие такие крупы типа булгуры, кино, вот кускус у нас стоят они, но мы их так редко делаем, потому что в основном, когда я сделаю, ем я и сижгей. А дети не едят, поэтому очень редко мы все это делаем. Но они тоже у нас дома есть в наличии, поэтому в магазине мы их берем крайне-крайне редко. Селый чище сейчас этот морокский мандарин. Он чистится не очень легко, хотя корочка у него такая тоненькая-тоненькая, прям тонюсенькая. И рука после него какая-то липкая. Знаете, когда импортные мандарины вот завозят такие, не знаю, как они называются, но под Новый год есть два вида мандарин обычно. Одни такие, которые легко чистятся, а другие сложно чистятся, и в них много косточек. Вот когда этот морокский мандарин чистил, он очень похож на тот, который сложно чистится. Косточек в этом мандарине нет вообще, ни одной косточки. Абсолютно обычный мандарин. Сладкий, не кислый. Абсолютно обычный мандарин. Очень-очень похож на те мандарины большие, которые плохо чистятся, в которых много косточек. По вкусу похож. Не, никакой разницы, если честно, не увидела от обычного. Я, если честно, думала, что он будет какой-то супер сладкий. Или что-то в этом роде. Ну и обычный мандаринчик. Так, взяла теперь обычный мандарин. За 59,90 за килограмм. Надо было Стёпу попросить почистить, он нас любит. Не, ну вот этот вот мандарин, он даже пахнет ароматнее. Тот чистишь как-то, он так не пахнет. А этот ароматно пахнет. Этот мне больше нравится. Мандаринки ест, идите быстрее. Настуцить мандаринки. Вкусно? Вкусно. Нет, вот этот вот определён за 59,90 определённо вкуснее. Очень вкусно. В общем, в этой битве между обычными мандаринами и марокканскими мандаринами победили вот эти вот обычные. Они слаще, они ароматнее, они чистятся лучше. И они больше и вкуснее. Ой, какой он маленький. Маленький, да, совсем? Кислый, наверное. Кислый. Кислый? Угу. Миша сказал, что кислый. А попробуй вот этот, какой вкуснее, расскажи. Вот этот обычный. Обычно вкуснее? Да. Ну всё, даже Миша сказал, что обычный мандарин вкуснее. Так что не тратьте деньги на марокканские. Мама. Да. Давайте, один, два и малый дружок и обычный вкус. Скушай. Ага. Сразу два, да? Вкусное? Ммм. Ммм. Просто кисло-сладкий. Да? Угу. Как? Обычный мандарин. Угу, ну я сказала обычный мандарин. Ничем не отличается, только чистится чуть хуже. И меньше по размеру. Как-то гибрид мандаринов. Угу. Какой хороший гранат. Я вот гранат... Ты что меня бьёшь? Мм? Жук. Я не умею выбирать гранаты. Но вот сейчас выбирал Сергей. У него всегда очень красивые гранаты получаются. Серёж, как ты такие производишь? Ну-ка рассказывай. В смысле производишь? Как я их выбираю? Угу. Они должны быть жёсткие. Потрогай. Вот. Потные такие. И потрыг по-другому. Ну корка должна уже высохнуть. Они уже дозревшие. Я, мимо, впрочем, сейчас попробую одну гранатинку. Знаешь, она кислая. Конечно, кислая. Угу. А до этого мы брали гранат недозревший. Он был весь розовый. Ягодки не такие цветом даже были. Да, Настя обманываешься. Но дело в том, что он был сладкий, а кисленький. Не может быть. Попробуй. Кислый. Ммм. Сладость одна. Сожму, как-то, Серёж, ну кислый. Вкусно, Стёп? Главное, что Стёпа оценил. Трој. Главное, что Стёпа оценил это будет 330. Продолжение следует...